Есть вопросик от Лидии из Алматы, у нас Лидочка написала длинный вопрос, и он касается того, что она никак не может пойти больше, чем два дня, получается, больше двух дней не получается, не видит другого пути, потому что уже начинает думать о том, что, может быть, не дано телу перейти в автономный режим. Может быть, так? Есть ли такая, скажем, причина? Узнавала о различных костылях для уменьшения аппетита при заходе на чистые дни. Хочется попробовать их, но не видит она другого пути. И спрашивает, может быть, такое, что не дано телу перейти в автономный режим. Как можно ответить? Я думаю, что здесь, наверное, все же не тело, потому что тело, оно отдыхает. То есть, если бы вам было не дано вообще жить без еды и без воды, то, я думаю, тело бы, оно сказало вам через 12 часов, что все, стопе, это не наше, пойдем кушать. Но если оно достаточно комфортно существует 36 часов, да, то оно может существовать и дольше. Но вы не можете выйти на длительные среди не потому, что ваше тело сопротивляется, а потому что вы по каким-то, вам по каким-то причинам так комфортно. Вы получаете какие-то свои бонусы от еды. Вы получаете свои бонусы от тех состояний и от тех ощущений, когда вы находитесь на еде. И именно поэтому вам сложно выйти в иное состояние, которое для вас неизвестное и которое на сегодняшний день может быть даже где-то и страшно, и неудобно, и некомфортно. Поэтому здесь все-таки нужно, наверное, поработать с головой и облегчить питание, если оно у вас еще какое-то более такое плотное. Продолжение следует...